Продолжение следует... Вы получите полностью истощенный организм. Чтобы у этой корпоративной мечты не было столь грустного финала, впору подумать о своем здоровье. К примеру, заняться физическими упражнениями. Отменять деловые встречи и бежать в ближайший фитнес-центр совсем не обязательно. И даже вставать со стула вам не придется. Вы беретесь руками за голень и со вдохом делаете прогиб вперед спины, с выдохом назад. Голова остается на одном уровне. Когда вы закончили, вы делаете вдох и выдох. То, что вы сейчас наблюдали, а может даже и проделывали, не что иное, как упражнение из кундалини-йоги. Преимущество именно этого направления над другими из великих учений почитателей Будды в том, что состоит оно из простых йоговских техник, которые могут быть приятны и полезны каждому, независимо от возраста и физических способностей. Несмотря на то, что кундалини-йога среди москвичей набирает все больше почитателей, в столице ей обучают единицы. Преподаватели школы твердо уверены, три минуты упражнений в середине дня дадут вам сил для подготовки еще пары-тройки документов для предстоящего совещания. Кстати, о совещаниях. Вы когда-нибудь замечали, сколько валерьянки других лекарств приходится употреблять, чтобы побороть свой страх перед важной встречей? Для того, чтобы успокоиться, можно делать простую вещь. Вы задетесь, закрываете большим пальцем правой руки правую ноздрю и делаете вдох через левую. Если же с переходом на новую должность вы признали, что трудоголизм не единственная ваша болезнь, пора обращаться к врачу. Да нет, не к психоаналитику, а к диетологу. Если мы видим молодого мужчину с животиком, это означает, что это первый фактор риска по проблемам сердца, проблемам сосудов, проблемам мозга. Если у него взять анализ крови на биохимическое исследование, посмотреть его углеводный обмен и жировой обмен, я гарантирую, что здесь далеко не все пойдет. Константин Торопов 20 лет своей жизни потратил, чтобы найти средства от всех болезней. Доктор изучил 7 специальностей в медицине. Столь долгие искания не могли не увенчаться успехом. При помощи коррекции питания мы можем получить не только выраженные улучшения в плане здоровья, но прежде всего это снижение веса. Несмотря на столь индивидуальный подход к каждому пациенту, все же есть одно лекарство, полезное всем. В Аюрведе представлено огромное количество всевозможных травмных чаев. Они, по сути дела, являются великолепной поддерживающей и очистительной системой для организма. В соответствии или в сочетании с правильным питанием, это просто целебный бальзам для больного тела. Мы попытались отыскать эти чаи в аптеках и в магазинах, специализированных на восточной культуре. Но найти их не так-то легко. Оказывается, что кроме нас о смеси чудодейственных трав в России мало кто знает. Зато просвещенные покупатели уже годами стабильно запасаются этим продуктом. Несмотря на то, что родина фито-чаев Индия, сегодня их производят в Америке, именно в этой стране собирают уникальный состав из 20 целебных травм. С другого полушария земли в Россию их приводит только один поставщик – компания «Атма». Сподвигло меня на то, чтобы заняться этой линией именно на свое собственное отношение к этому фито-чаю. Когда-то я попробовал его и распробовал. И я никогда не мог забыть этот вкус. Таким чайком можно и коллег побаловать, и клиентов угостить, и шефу, и захамелить. Так как напиток располагает не только к приятному чаепитию, но и сам процесс – это целая церемония, которая на время отвлечет вас от разрушающей суеты. Поэтому сначала надо вкусить аромат, а потом медленно, вместе со вздохом, сделать глоток. Вдох и одновременно глоток. Несмотря на то, что фито-чаи являются биологически активной добавкой, состоят они исключительно из целебных трав. Никаких химических примесей там нет. К тому же уникальный рецепт поможет не только чувствовать себя все время в форме, но и открывать в вашем деле новые грани. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова